8 игроков получили приглашение на тестирование игры нового поколения, победитель которой получит 100 тысяч долларов. Всех участников собрали на 25 этаже и перед началом попросили зарегистрироваться, после чего все переоделись в специальные костюмы и отправились на следующий этап. Разработкой игры занималась корпорация Заебацу, а значит продукт будет качественный. После навороченного аппарата МРТ каждого участника ожидал костюм виртуальной реальности с персональным никнеймом, который они использовали. Участники заметили, что один из группы все еще не в экипировке, этим игроком оказывается террорист номер один. Он заявляет, что не будет надевать свой костюм с этим никнеймом и просит выпустить его, но двери не открываются, а голос сверху сообщает, что тестирование не начнется, пока все участники не будут готовы. Ребята уверяют террориста, что понимают иронию с этим прозвищем и не будут называть его Хусейном. Игроки опускают свои шлемы, этаж начинает резко изменяться вместе с их костюмами. Участники просто в замешательстве от этой реалистичной графики. К команде приходит их командир и приказывает следовать его указаниям. Унижения от голографического майора Пейна отлично действуют, и вся группа послушно следует за ним. После получения оружия и стрельбы по бутылкам участники получают задание. Сейчас здание захвачено террористами, и главная задача отряда Альфа – очистить все 25 этажей. Игрок, получивший больше всего очков, получает заветный приз в 100 тысяч. У каждого солдата имеется бронежилет, который спасает от одного попадания. В подтверждение своих слов командир стреляет по парочке, и парни сгибаются от боли. Если игрок получает еще одно попадание, то единственный способ продолжить сражение – это использовать аптечку. Одна аптечка в одни руки. Основные правила игры получены, а это значит, что отряду Альфа нужно зачистить этаж. Болтая о своих ощущениях в этой симуляции, игроки чуть не попадают под автоматную очередь. Игрок под ником меткий стрелок делает кувырок и эффектно ликвидирует противника. Голос сообщает, что этаж зачищен, и необходимо отправляться на следующий уровень. В безопасной зоне игроки получают патроны и новое оружие. Бывший вояка – стрелок – проводит инструктаж по обращению с М16, после чего ведет команду на 24 этаж. Пухляж встречает противника, и выпустив целый магазин, так в него и не попадает. На помощь к нему приходит стрелок, и, жертвуя своим бронежилетом, ликвидирует цель. Остальные участники все еще в шоке от реалистичности происходящего – просто не могут убить врагов. Карла дважды подстреливают, и он начинает орать от боли. Вернувшись в реальность, он все равно чувствует адскую боль и просит ему помочь. Немного потупив, ребята вспоминают про аптечку и вкалывают игроку. Рана затягивается, а Карл после таких реалистичных ощущений избавляется от содержимого желудка. Он всем говорит, что боль настоящая, прямо как от выстрела. Жнец предполагает, что на самом деле все это реалити-шоу, и их просто проверяют. Стрелка обвиняют в том, что он засланный в эту команду специально, так как он бывший военный и нужен для помощи в освоении управления. Мужчина отвечает, что так же, как и все, получил приглашение, поэтому нихрена не знает. Он посылает ребят куда подальше, после чего идет в туалет. Обсуждая все, что здесь произошло, отряд забывает перейти на следующий уровень, из-за чего противники на этом этаже возрождаются. Стрелка подстреливают и оставляют погибать в толчке. Тейлор пытается спуститься, но голос говорит, что доступ будет закрыт, пока они не зачистят уровень. Отряд оказывается в ловушке, благо Жнец решает бросить гранату и попадает противников. Стрелок ползет к сокомандникам, как вдруг начинает слышать сигнал, похожий на обратный отчет, после чего шлем поджаривает ему мозги. Ребята находят военного и пытаются его откачать, но было уже поздно. Понимая, что если они умрут в игре, то умрут и на самом деле, отряд начинает паниковать. Террорист просит помочь ему сломать шлем. После нескольких ударов огнетушителем в комнату приходит командир и со словами «Я не потерплю дезертирство» избивает игрока до кровавых соплей. Выхода у команды нет, поэтому придется продолжать играть. Успешно дойдя до девятнадцатого уровня, отряд слушает условия этого этажа. Произошла утечка газа, а это значит, что сейчас начался раунд на ножах. А если все-таки кто-то решится воспользоваться огнестрелом, то все погибнут. На удивление, ребята справляются с этим этапом без каких-либо потерь. Спускаясь все ниже, уровни становятся все сложнее и сложнее, из-за чего аптечек и бронежилетов почти не осталось. Пытаясь найти способ выбраться из этой игры, ребята решают разбить стекла, чтобы привлечь внимание людей. Им даже удается сделать трещину, однако в комнату снова приходит командир и нападает на террориста. Он толкает игрока с лестницы, из-за чего последний ломает ногу. Вояка сообщает, что если кто-нибудь попробует еще раз дезертировать, то он сразу ликвидирует его. Отряд вынужден оставить сокомандника здесь и отправиться покорять башню дальше. Террорист номер один долго не засиживается, так как игре такие участники не нужны. Во время прохождения следующего уровня психика Тейлор не выдерживает, и она убегает в туалет. Страх резко сменяется гневом, и вот уже беззащитная участница превращается в настоящего зверя, что способен пробить человека насквозь. Во время передышки отряд пытается выяснить, почему именно их выбрали для этой игры. Выясняется, что каждый из игроков либо сирота, либо живет один, и всех объединяет то, что их никто не будет искать. Поэтому о спасении извне не может быть речи. На девятом этаже командир сообщает, что на подземной парковке террористы заложили бомбу. Сейчас им необходимо допросить пленника и выбить из него код. После нескольких напряженных минут террорист раскалывается. Жнец вводит пароль, но вместо дезактивации включается таймер на бомбе, и теперь у ребят осталось 30 минут, чтобы вручную отключить ее. Атлас во всем винит пухляша и разбивает ему лицо, правда, со второй попытки. Потасовку прерывает командир, позвав всех к себе. Он держит дверь лифта, чтобы помочь отряду пропустить несколько этажей. Двое застревают в лифте и спускаются сразу на третий уровень. Атлас использует своего напарника в роли живого щита, из-за чего жнеца подстреливают. Мужчина прячется и начинает трястись от чувства вины за смерть своего сокомандника. Он замечает других участников, но решает затаиться. Дойдя до первого этажа, Альфа решается осмотреться в поисках аптечки. На поиске медикаментов вызывается Тейлор. На удивление она находит аптечку, как вдруг за ее спиной появляется Атлас и требует отдать препарат ему. Девушка отвечает отказом на это предложение, из-за чего получает пулю в живот. Не успев скрыться, Атласа замечает Карл и спрашивает, видел ли он девушку. Мужчина делает вид, что слышал какие-то звуки и идет проверять помещение. Карл открывает одну из комнат и видит тело Тейлор. Психуя из-за утраты девушки, он замечает на стене послания. Парень сразу понимает, что именно Атлас убил девушку. Он накидывается на мужика и начинает душить. К сожалению, силенок у него не хватает, поэтому Атлас выбирается из захвата. Далее Карл хватает огнетушитель и начинает бить по голове. В ответ он получает хороший удар по шарам, из-за чего падает на пол. Марка удивляется, зачем он пытался разбить ему голову, если на нем шлем. Мужчина наводит пистолет, но не успевает прикончить еще одного из отряда, так как приходит командир и убивает участника, пытавшегося снять шлем. Оплакивать погибших у ребят времени нет, так как до взрыва бомбы осталось меньше десяти минут. Уже слаженная команда, наученная горьким опытом предыдущих сражений, справляется со всеми террористами на нулевом этаже. Они подходят к бомбе, как вдруг из фургона появляется противник с пулеметом и подстреливает Карла. Раненый достает аптечку и пытается себя вылечить, но замечает, что Шелли тоже подстрелили. На одной силе воли он доползает до девушки и вкалывает ей лекарства. Тем временем Эдвард находит базуку и взрывает террориста. На последней секунде вождь успевает отключить бомбу и пройти уровень. Уже в парадной форме приходит командир и начинает озвучивать поздравительную речь выжившим. Шелли замечает, что вождь говорит эту речь в такт со словами командира, после чего на этаж приходят какие-то люди и дают полотенце Эдварду. Оказывается, что это он владелец этой компании. Именно он все устроил. Эдвард собрал всех этих людей, чтобы поиграть в стрелялки. К девушке подходит один из людей-злодея и вкалывает ей снотворные. Работники удаляют данные об игроках, собирают их вещи и упаковывают тела в мешки. Теперь никто не узнает, что здесь произошло. Шелли просыпается раньше, чем планировалось, поэтому Эдвард решает с ней поговорить. Так как они братья по оружию, прошедшие этот ад, он решает ее оставить в живых. Мужчина отдает ей приз и просит забыть этот день, как страшный сон. К девушке подходит, чтобы еще раз вколоть ей снотворные, но она перенаправляет укол в ногу мужчины. Взяв у него пистолет, девушка выключает свет во всем помещении и скрывается во мраке. Сегодняшний опыт помогает девушке ликвидировать всех людей Эдварда. Она возвращает деньги мужчине, и не желая, чтобы такой ужас приключился с кем-нибудь еще, убивает Эдварда.